Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова В 1953 году в Чикаго вышел первый номер мужского журнала «Плейбой», а 57 лет назад заключен международный договор об Антарктике. В этот день родились такие известные люди, как маршал Советского Союза Георгий Жуков, российский артист эстрады, актер Геннадий Хазанов и российский рок-музыкант Гарик Сукачев. Таковы наиболее заметные события наступившего дня. А сейчас на нашей волне музыка. Не переключайтесь. То ли вечер ворожит за околицей, то ли полночь разлилась за окном. Сердце тихонько стучит, да не колется, ой, 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 мне смешно, смешно, смешно. А белая зима началась внезапно, вышла и метет, метет, метет. А я решу сова, что мне делать завтра, а завтра Новый год. А-а-а, белая зима Началась внезапно Вышла и метёт, метёт, метёт А-а-а, я решу сова Что мне делать завтра? А завтра Новый год Столько снега намело Что не верится Столько звёздочек сожглось Чем пушить Может, я спрошу совет У метелицы, ой Ой, как же быть, любить, любить А-а-а, белая зима Началась внезапно Вышла и метёт Метёт, метёт А-а-а, я решу сова Что мне делать завтра? А завтра Новый год А-а-а, белая зима Началась внезапно Началась внезапно Вышла и метёт, метёт, метёт А-а-а, я решу сова Что мне делать завтра? А завтра Новый год А-а-а, белая зима Продолжаем информационно-музыкальную программу «Республика» Сегодня четверг, 1 декабря Студия работает у Марти Киев Поступление в техникум или колледж после девятого класса Это отличный выход для многих старшеклассников, которые чувствуют, что ещё два года в школе отобьют у них всё желание к дальнейшей учёбе После получения диплома в среднеспециальном учебном заведении студент вполне может трудоустроиться по профессии Но, пожалуй, главным преимуществом техникума или колледжа заключается в том, что после обучения в нём можно легко поступить в любой выбранный вуз Какие особенности имеет такое поступление, расскажет моя коллега Альбина Охтова После введения в Россию единого государственного экзамена большинство учеников выбирают среднепрофессиональные учебные заведения Но думать, что ЕГЭ-экзамен только для выпускников школы неверно Этого испытания не избежать также и тем, кто поступает в вуз после окончания колледжа, если они меняют профиль своей профессиональной подготовки А получение диплома в высшем образовании ценилось во все времена Один из колледжей республики, после окончания которого облегчается поступление в институт, это педагогический колледж имени Умара Хабекова Для того, кто захочет посвятить учёбе больше времени, чем отводится на неё средним профессиональным колледжем Поступить в вуз и пересесть на университетскую искамю вполне реально Собственное стремление учиться уже само по себе является серьёзной причиной продолжать это делать Для идеальной карьеры хорошо бы и выучиться идеально В работе выпускник техникума часто опережает выпускника университета, но потом они всё же меняются местами по карьерной лестнице, когда второй наберёт необходимый трудовой опыт Поэтому колледж воспринимается в обществе не только как учебное заведение, но и как хорошо организованная подготовка к поступлению в вуз По словам директора педагогического колледжа Игоря Михайлова, работа в этом направлении проводится систематически Налажено тесное взаимодействие с педагогическими вузами Карачаева-Черкесии и соседних регионов У нас очень хорошее отношение существует уже много лет с Карачаевским государственным педагогическим университетом Очень с большим желанием, я знаю, наших выпускников туда берут Практически все наши выпускники в различных учебных заведениях, но больше всего, наверное, в Карачаевске всё-таки Они продолжают получать высшее педагогическое образование Ну, как я ещё могу назвать учебные заведения, это, конечно же, Ставрополь, Северо-Кавказский федеральный университет Различные педагогические направления тоже наших выпускников туда активно принимают И они учатся там, получают высшее образование Конечно, большинство наших студентов, подавляющее большинство, поступают на заочные формы обучения Не секрет, что после окончания колледжа выпускники хотят устроиться на работу, но и учиться тоже надо В таком случае на помощь приходит заочная форма обучения И на вопрос, имеет ли диплом заочника и студента, прошедшего очный курс обучения, разницу Игорь Михайлов, не задумываясь, отвечает, что отличий нет Сегодня заочная форма обучения, или очно-заочная форма обучения, она ничем не отличается Документ об образовании ничем не отличается Вы не сможете отличить диплом заочного отделения нашего колледжа Вот диплома уже специалиста, который окончил у нас дневное отделение, они ничем не отличаются Ну, конечно же, знания, которые человек получает на дневной форме обучения Там больше практик различных и так далее Общение больше с педагогом Конечно же, эти знания более сильные Но для чего рассчитана заочная форма обучения? Там в основном учатся те, кто уже работает Те, кто работает по специальности И кто желает просто повысить свой образовательный уровень Последние изменения, введенные в процесс образования и новые требования, предъявляемые к той или иной профессии Перевели к тому, что в колледж поступает много людей, имеющих уже большой стаж работы Но из-за некоторых изменений в трудовой деятельности вынуждены получить дополнительное образование У нас на зоочном отделении практически все те, кто учатся, они работают в учреждениях образования Притом, те, кто у нас учатся, многие имеют уже и высшее образование Но они имеют высшее образование другого профиля Ну, например, социальный работник когда-то получил образование, человек А теперь, работая где-нибудь в системе образования республики Согласно новым требованиям, предъявляемым профессиям Ему положено иметь педагогическое образование Эти люди приходят к нам, у нас достаточно взрослые, состоявшиеся люди Которые, я многих здесь знаю, которые работают в образовании И республики Ставропольского края, Краснодарского края К нам активно едут поступать на зоочное отделение Жители приграничных районов Ставрополя, Краснодарского края С нами, кто граничит У нас очень много из Отрадной, Передовой, Удобной, Беломечетки Вороскалевской, Невиномыска, Кочубеевки, Ивановки У нас есть все эти населенные пункты, у нас представлены на зоочном отделении Выпускники училищ, колледжей и техникумов Уверенно чувствуют себя в университетских и униститутских стенах Эти студенты раньше взрослеют и могут ощутить себя состоявшимися людьми Практически каждая лекция вызывает у них в памяти соответствующий раздел учебной практики А на практических занятиях они не фантазируют о реальных трудовых условиях А спокойно опираются на ту информацию, которой уже владеют ДИНАМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова На волне радио Карачаева Черкесии информационно-музыкальная программа «Республика» В студии работает у Марти Киев Сегодня во всем мире отмечают день борьбы со СПИДом Вирус иммунодефицита человека был обнаружен в 1983 году при исследовании причин развития СПИДа, синдрома иммунодефицита На сегодняшний день вирус распространен абсолютно по всей планете, вне зависимости от региона, культурных или религиозных традиций страны, о мерах профилактики и выявления ВИЧ-СПИДа, а также о том, какая эпидемиологическая ситуация с этим заболеванием наблюдается в нашей республике в материале Руфины Ковалевой А.Кулакова Говорит медицинский психолог Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом инфекционными заболеваниями Елена Колесникова Здравствуйте, уважаемые радиослушатели В преддверии 1 декабря, Всемирного дня борьбы со СПИДом, тема ВИЧ-СПИДа вновь стала актуальной Со слов Вероники Скворцовой, министра здравоохранения Российской Федерации, такое внимание к ВИЧ не случайно Сегодня этот вирус является одной из наиболее серьезных мировых угроз в области общественного здоровья По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения, более 37 миллионов человек живут с ВИЧ Более 34 миллионов умерли от этой опасной болезни за 30 лет, прошедших с момента ее открытия Не является исключением и наша страна В России сегодня более 800 тысяч живет с ВИЧ В жизни более 200 тысяч эта болезнь, к сожалению, унесла Цифры статистики заболевания ВИЧ-СПИДом неутешительны и в Карачаево-Черкесии Наше общество очень консервативно относится к этой теме Хотя вопросы здоровья должны быть первостепенными в жизни каждого человека Рассказывает Елена Колесникова За весь период с 01.01.89 по 01.10.2016 года в нашей Карачаево-Черкесской республике Зарегистрировано 575 больных ВИЧ-инфекцией, в том числе шестеро детей Из них 446 человек являются жителями нашей республики 56 граждан других территорий Российской Федерации, временно проживающих в нашей республике 45 иностранные граждане, 7 без определенного места жительства За весь период регистрации в республике умерло больных ВИЧ-инфекцией 69 человек Я понимаю, что цифры на слух воспринимаются не очень комфортно Но тем не менее о них необходимо указывать и говорить Из общего числа умерших с диагнозом СПИД 19 человек Только за 9 месяцев 2016 года зарегистрировано в республике 85 новых случаев ВИЧ-инфекции Из них 73 случая среди постоянного населения нашей замечательной Кавказской республики Не хотелось бы говорить, что идет рост, но он, увы, есть И важный момент, что более 49% из тех людей, кого мы поставили на учет Это основной путь передачи у них потребление наркотиков Больше 40% это остальные люди У них путь передачи основной незащищенный половой контакт с ВИЧ-инфицированным больным Закрытость, недостаточные знания, боязнь разглашения результатов анализов Все это приводит к тому, что число заболевших ВИЧ-спидом в нашей республике неукоснительно растет Узнать больше о том, как избежать этого страшного заболевания А также бесплатно и анонимно пройти обследование Можно в Республиканском спид-центре, который расположен в городе Черкесске по улице Ленина, 144 Подробный материал вы услышите в понедельник в программе Ракурс В юности мы мечтаем о том, как изменим мир Взрослыми мечтаем о признании, достатке, стабильности И всегда все мы мечтаем о любви И никто из нас не мечтает о ВИЧ Не дай ВИЧ поставить точку в твоих мечтах Пройди тест и живи спокойно stopvichspeed.rf В комнате темно Слишком-слишком Много пустоты Я стал лишним Некуда бежать Ты успела Все мне рассказать Что хотела Ветер за окном По привычке Гонит облака Словно спичкой Солнце зажигать Будет небо И наступит день Где ты не был Смотришь мне в глаза Сколько можно лгать Проще самому Сказать об этом Что любовь была Перестрелкой душ Мне стало Скучно И я тебе не верю Ты солнце вчерашний Который мне Пророчил слезы Я тебе не верю Ты сверх зимы Прошедшие До дна восстанет Я тебе не верю И солнце утонувшее В воде холодной Я тебе не верю Ты все что было У меня Но я тебе не верю Спрятались в лесах Наши птицы Время разорвать Сжечь страницы Где про нас с тобой Где сумела Стать твоей тоской Беспредела Ветер за окном По привычке Гонит облака Словно спичкой Солнце зажигать Будет небо И наступит день Где я не был Смотришь мне в глаза Сколько можно лгать Проще самому Сказать об этом Что любовь была Перестрелкой душ Мне стало скучно И я тебе не верю Ты солнце вчерашний Который мне Пророчил слезы Я тебе не верю Ты снег земли Прошедшие До дна восстанет Я тебе не верю Ты солнце утонувшее В воде холодной Я тебе не верю Ты все что было у меня Я тебе не верю Ты солнце вчерашний Который мне Пророчил слезы Я тебе не верю Ты снег земли Прошедшие До дна восстанет Я тебе не верю Ты солнце утонувшее В воде холодной Я тебе не верю Ты все что было у меня Но я тебе не верю Продолжаем информационно-музыкальную программу «Республика» На календаре четверг, 1 декабря В студии работает у Марти Киев В учебных заведениях республики продолжаются уроки и лекции по повышению пенсионной грамотности Так, накануне специалисты пенсионного фонда Малокарачаевского района провели уроки для учащихся старших классов средней общеобразовательной школы номер 2 села Учкикен Подробности в комментарии нашего корреспондента Болду Байрамуковой Основной целью компании по повышению пенсионной грамотности является формирование у молодежи новой пенсионной культуры Основанной на принципе «Твоя будущая пенсия зависит от тебя» На этой неделе слушателями лекции стали школьники районного центра Малокарачаевского района Специалисты пенсионного фонда в доступной форме рассказали старшеклассникам об основах пенсионной системы в нашей стране Учащимся рассказали об истории возникновения пенсионной системы Российской Федерации Составляющих пенсии, ее видах, а главное о том, что нужно делать для того, чтобы будущая пенсия была достойной Формировать пенсионный капитал необходимо начинать с самого начала трудовой деятельности И что будущая пенсия каждого гражданина формируется исходя из четырех факторов Именно это должно были донести до молодых людей специалисты управления В ходе обучения старшеклассники усвоили, что основными составляющими будущей пенсии являются Размер официальной заработной платы Уплаченных работодателем страховых взносов Продолжительность страхового стажа Возраст выхода на пенсию, который остается прежним, 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин И выбранный вариант пенсионного обеспечения Это формирование только страховой части или же направление части средств на накопительную часть Кроме того, сотрудники Пенсионного фонда обратили особое внимание присутствующих на электронные услуги и сервисы Пенсионного фонда Российской Федерации В частности, личный кабинет гражданина Он позволяет всем гражданам до пенсионного возраста В режиме реального времени узнать о своих уже сформированных пенсионных правах Обратиться за назначением различных выплат Подать заявление об изменении способа доставки пенсии и многое другое Также школьникам рассказали, что у каждого гражданина есть возможность оценить качество услуг Пенсионного фонда Как через независимую систему мониторинга качества государственных услуг Ваш контроль Так и с помощью СМС-сообщений, сайтов органов власти и единого портала государственных услуг Информация, полученная молодыми людьми на уроках и лекциях, пенсионной грамотности Должна помочь им узнать больше о своих будущих пенсионных правах и способах увеличения пенсионных накоплений И в конечном итоге будет способствовать формированию у молодежи новой пенсионной культуры Специалисты управления, в свою очередь, всегда готовы дать подробнейшие ответы на все возникающие вопросы Маракеш, come to Marrakesh To the city of gold near the sky Маракеш, come to Marrakesh Маракеш, come to Marrakesh Сings the rain when I can't sleep at night Маракеш, come to Marrakesh Маракеш, come to Marrakesh Маракеш, come to Marrakesh Where is my home, where is my land? Way down in Africa Where is my love, where are my friends? Way down in Africa Couldn't make a living there Had to find a job somewhere Had to find a job somewhere Changed my name Took a plane And went away Marrakesh Come to Marrakesh Says my heart when I feel all alone Marrakesh 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 Come to Marrakesh You will find peace of mind In Marrakesh People put me down Treat me like a clown I take it Marrakesh Come to Marrakesh Save it every time Knowing I'll be fighting for a day Marrakesh Marrakesh Come to Marrakesh Drives the wind calling me to Marrakesh 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 Come to Marrakesh To the city of gold near the sky Marrakesh Come to Marrakesh Come to Marrakesh Where the trumpets of the life of us and strife will go by Marrakesh Come to Marrakesh Come to Marrakesh Yells the train rolling by in the dark Marrakesh Come to Marrakesh I'll be free I'll be me In Marrakesh People put me down Treat me like a clown Marrakesh Come to Marrakesh Come to Marrakesh Save it every time Knowing I'll be fine someday Marrakesh Come to Marrakesh Come to Marrakesh You will find peace of mind in Marrakesh 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 Come to Marrakesh Come to Marrakesh Come to Marrakesh I'll be free I'll be me In Marrakesh 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 Norris I'll be free I'll be me In Marrakesh Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Местами небольшие умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах сильные осадки. Местами туман и гололед, налипание снега. Ветер восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха минус 2, плюс 3. В горах минус 1, минус 6. На дорогах снежный накат и гололедится. В черкесской временами снег и мокрый снег. Ветер восточный 3,8 метра в секунду. А столбик термометра поднимется до 2 градусов. Субтитры предоставил DimaTorzok Что, не знаю, распускает слухи себя, Что живу я без печали и забот, Что на свете всех удачливее я И всегда, и во всём не везёт. Так же, как все, как все, как все, Я по земле хожу, хожу, И у судьбы, как все, как все, Счастье тебе прошу. Счастье тебе прошу. Вы не верьте, что живу я, как в твою, И обходит стороной меня беда. Пусть, как все, как все, как все, как все, как все, И у судьбы, как все, как все, Счастье тебе прошу. Счастье тебе прошу. Как все, как все, как все, как все, На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»